Реугольник Паскаль Брест Паскаль – это знаменитый французский ученый Он был и математиком, и физиком, и филосфом Жил в 17 веке В школьных учебниках он встречается в основном в курсе физики Он занимался измерением атмосферного давления, бароницами, всякими и так далее И открыл закон Паскаль Который касался сообщающихся сосудов жидкости А то, что он был бы завишен всем математиком, в школе как-то не всегда изучает А вот, оказывается, он ввел рассматривание вот такую таблицу, которую называют суреугольник Паскаль Правда, как сейчас считают историки математики, возможно, что эту таблицу знали и для него Но, в всяком случае, после его соответствующей работы, она уже вошла во все учебники Таблица очень простая Вот, действительно, суреугольник По его краям стоят единицы А дальше в каждую строчку пишется число, равное сумме двух Чисел, которые стоят выше его и соседней Вот здесь будет двойка, здесь тройка, здесь опять тройка, здесь 1 плюс 3, 4, 3 плюс 3, 6 Ну, вот я могу знаку плюс поставить Значит, в этой строчке будет 1, 4, 6, 4, ну и так далее Вот эта таблица называется треугольник Паскаль Можно ее записать и немножко по-другому Исказать форму этого треугольника и сделать его из такого, ну, почти правильного треугольника Сделать прямоугольный треугольник А именно, вот эти единички записать в столбик А вот эти единички по диагональному кладу Ну, а дальше заполняет он точно так же, как и здесь Таблица, естественно, будет расслаблена Ну, и поскольку у нас тут получается действительно треугольник А таблицу легко превратить в квадратную, то напрашивается вопрос, а что тут? Надо диагональному кладу стоять А нолики будут стоять, вот мы их и напишем Они будут, здесь будут просто стоять нолики Ну, кстати, несмотря на то, что стоят нолики, все равно правило заполнения таблицы остается таким Каждое число в таблице равно сумме высшестоящего числа и ноликового соседа Вот, скажем, этот нолик будет на этом нолики Так что правило выполнения таблицы соблюдается не только для нижней треугольной части, но и для лицей, то есть для всей таблицы Так что такую прямоугольную таблицу тоже можно убрать треугольником Паска Значит, какие числа стоят в какой-нибудь, скажем, четверкой строке треугольника Паска Для них есть специальное обозначение Числа в данной строке треугольника Паска обозначаются С изен по нулю, С изен по единице, и так далее Последний вид С изен по единице Называются они треугольными коэффициентами Последний вид С изен по единице В последний вид С изен по единице Вошло в моду немножко другое Обозначение для треугольных коэффициентов С изен по единице Не пишут А обозначают так Вместо С изен по нулю пишут Н вверху нолик внизу в скобочках Остальные точно так То есть беномиальный коэффициент записывают как пару чисел Нижнее число будет всегда меньше от бородного верхнего и окружает скобочек Вот эти числа называются беномиальными коэффициентами При чем тут беномиальные коэффициенты и о каком беноме идет х Беномиальные коэффициенты могут быть Оказывается, если мы возьмем Единицу прибавим, например, переменную х И захотим развести этот двучлен беном в энную степень То у нас получится какой-то многочлен n степени А какие у него будут х? А коэффициенты у него как раз будут в точности вот эти беномиальные коэффициенты С изен по к Я поставил тебе пишу Коэффициент перед одночленом х степени k Как раз и будет С изен по к Ну а k будет привлекать все значения от 1 до 1 Вот этот значок сформирования опять-таки используется для сокращения записи А полная честная запись будет такая Единица плюс х Прошу прощения Плюс С изен по единице на х Плюс С изен по двойке на х квадрат Ну и так далее Последний будет С изен по единице на х степени k Ну на самом деле первые и последние коэффициенты по бензипаскалю равны единице, как мы видим по строению Поэтому С изен по единице, конечно, можно здесь было бы не писать Но давайте все-таки я напишу и до красоты еще вместо единице напишу С изен по 0 Тогда получится восхищенность такая сумма Вот эта формула называется формулой бенома Ее приписывает обычно Ньютон Но на самом деле до Ньютона ее знал как минимум Паскаль, а может быть даже и кто-нибудь до него Почему эти коэффициенты появляются в этой таблице? Это объяснить проще всего с помощью вот такого простого алгебраического вычисления Давайте мы возьмем единицу плюс Х И для того, чтобы возвести ее в Н плюс первую степень Мы поступим к следующему образом Вычислим это двумя разными способами Ну, один из способов Это просто мы напишем объект Который мы уже знаем Это С изен плюс 1 по 0 С изен плюс 1 по 0 С изен плюс 1 по 0 и так далее И последний критерцент Заказывать здесь ничего не надо Потому что мы эти числа так обозначили просто по определению Взяли и обозначили эти коэффициенты таким образом А второй способ, как мы его снимаем, так вот Мы возьмем 1 плюс Х смертные степени И ему нужно найти Понятно, что результат будет так Просто по определению А в степени 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 А может быть так Но вот это произведение Оно выглядит таким образом Вместо 1 плюс Х степени А мы опять можем Написать Как выглядит этот многосмен Тут уже линейный коэффициент Индекс глянует внизу И умножаем на 1 плюс Х Но после этого мы должны перемножить эти два многосмена Вот давайте посмотрим Какой коэффициент получится при односчлене Х степени А Понятно, что односчлене Х степени А при этом умножении Можем получиться двумя скотками Во-первых, мы можем взять односчлен Х степени А с вот таким коэффициентом из первой степки И умножить его на 1 Естественно, получится тот же самый коэффициент Но мы можем взять из первой степки односчлен, у которых степень будет 1-ку меньше Это будет Х степени К-1 И коэффициент будет С и З по К-1 И его мы умножим на 1 на Х В результате у нас получится все равно односчленный степени К с вот таким коэффициентом Поскольку у нас получились два односчлена Одинаковой степени, то нужно, естественно, выполнить операцию Х сложения И в итоге у нас получится, что коэффициент при Х степени А будет равен С и З по К-1 Так что после выполнения умножения у нас произвольный односчлен Появится вот таким коэффициентом Но с другой стороны мы знаем, что этот односчлен должен иметь такой коэффициент Поэтому эти числа будут одинаковыми Значит, С и З по К-1 Плюс С и З по К-1 Вот мы получили такую формулу Она называется коэффициентом Она называется коэффициентом И эта формула и лежит в основе права Дополнения таблиц Потому что что она, собственно, означает Она означает, что если мы берем Какой-нибудь коэффициент В N-1 строке Например, в пятой И берем коэффициент, скажем, Каким-нибудь номером К Это будет Вот этот коэффициент Он чему будет равен? Он будет равен Коэффициенту В том же столбце Но В строке не в пятой, а в четвертой То есть к этому коэффициенту И плюс Коэффициент в той же строке То есть в этой Но Который стоит На одну позицию Ливии То есть в этом случае То есть в четвертой Ну и действительно Сюда мы поставили десятку Потому что она равна Основной этих чисел Потому что такое было Правило заполнения нашей таблицы Так что мы видим, что Правило заполнения таблицы Полностью соответствует И даже определяется Вот этим то, что мы поставили